Мобильное приложение не всегда требует для своего создания большой штат разработчиков и команду дизайнеров. Иногда сделать его бывает легко и просто, без опыта и лишь с минимальными навыками. В таком случае на первый план выходит годная идея. Мы подобрали для вас 10 лучших креативных мыслей для создания приложений за последний год, которые мы нашли на просторах буржа. И скажу по секрету, эти ниши все еще не заняты, поэтому торопитесь. Вы на канале partnerkin.com, а мы начинаем. Десятое место занимает приложение под названием «Вопрос дня». Простое приложение, которое каждый день задает пользователю один вопрос. Он может быть как шутливый, так и серьезный. Любой пользователь может отвечать на вопросы без создания аккаунта, а также может узнать результаты других. Девятое место занимает идея с приложением рейтинга в Клабхаусе. Несмотря на то, что приложение Клабхаус пользовалось большой популярностью лишь в начале года, а сейчас уже все не так. Все равно у нас есть прикольная идея, которую можно реализовать вместе с этим приложением. Можно сделать простое приложение с рейтингами спикеров. Приложение будет полезно и для пиар-специалистов, и для простых пользователей. Восьмое место занимает медитативный айсберг. Люди любят креатив, граничащий с абсурдом. Автор придумал достаточно простое приложение, которое позволяет нарисовать айсберг и следить за тем, как он плавает. В отзывах многие отмечают, что это отличная и классная идея. Мобильное приложение на данный момент находится в разработке, поэтому эту интересную идею вы можете реализовать раньше автора. Седьмое место. Привет из прошлого. На чувстве ностальгии можно хорошо заработать. Кто-то делает мобильные версии 8-битных игр, а в нашем случае автору пришла в голову идея создать из вашего плейлиста образ аудиокассеты. Плейлисты приходят и уходят, а аудиокассеты остаются навсегда. Просто вставьте URLD адрес вашего плейлиста, и он автоматически будет добавлен в шаблон бумажного микстейпа. Шестое место занимает приложение, которое позволит быстро и точно определить оттенок цвета на фотографии. Простое приложение для дизайнера, которое позволит навести курсор на нужный цвет через объектив камеры и зафиксировать цвет. Номера и градации объектов можно записывать, смешивать и создавать в собственной библиотеке. Пока публика воспринимает приложение очень положительно и благодарит автора за его работу. Креативными бывают не только дизайнеры, но и создатели приложений. Ну а пятое место занимает приложение под названием «Кто это сказал?». Это очень простое приложение, которое предлагает пользователям угадать автора популярной цитаты. Тут есть и ученые, и звезды, и даже президенты. Для участия в квизе нет необходимости регистрироваться в приложении, достаточно просто скачать. По окончании игры вы получите определенный набор очков. Существует рейтинг игроков, где вы сможете посмотреть, насколько ваша попытка угадать цитату была успешной. Четвертое место занимает приложение под названием «Игра с петлей». Если у вас много свободного времени и вам нечем заняться, то поиграйте в простую и интересную игру. Вам всего-навсего нужно будет нажать на петлю, когда шарик окажется в цветной зоне. В следующий раз петля окажется в другом месте и будет намного короче, а скорость шарика при этом увеличится. За успешную попытку вам начисляются очки. С каждым уровнем задача усложняется, игра идет до первой ошибки. Также в игре есть свой рейтинг игроков, а по отзывам пользователей можно сказать, что игра действительно расслабляет. Ну а тройку лидеров открывает приложение для создания собственной темы для Клабхауса. Простое приложение, которое делает личный профиль в Клабхаус уникальным. Пара кликов позволяет добавить рамку для фото, теги и эмоджи. Второе место занимает приложение «Мотивейтика» — мотивация для дизайнеров и не только. Название «Мотивейтика» получилось в результате слияния двух слов «Мотивация» и «Хлюэтика». Автор сделал простое и стильное приложение, которое позволяет создавать темы для рабочего стола в виде черно-белых рамок с мотивационными цитатами для дизайнеров. Можно придумать собственную цитату или взять ее из базы приложений, которая на минуточку насчитывает уже несколько сотен цитат от популярных дизайнеров. Полученные рамки с цитатами формируют тему для рабочего стола айфона. Цитата, в свою очередь, интегрирована в интерфейс, поэтому она не закрывает иконки будильника, звонка и других полезных приложений. Ну а первое место занимает приложение под названием «Спой песню и попроси друзей угадать ее». Помните популярную раньше программу «Угадай мелодию»? Так вот, все новое — это хорошо забытое старое. Это простое приложение, которое дает возможность сделать запись того, как ты бубнишь или что-то напеваешь себе под нос, а затем отправить эту запись друзьям и попросить угадать ту песню, которую ты напевал. Друзья и другие пользователи, в свою очередь, могут ставить лайки. В приложении также существует рейтинговая система, которая подсчитывает количество успешных угадываний. Лучшие певцы поднимаются на вершину рейтинга. Наполеон Бонапарт говорил, самые простые решения являются самыми эффективными. Не обязательно тратить много времени и денег для достижения результата. Креатив и смекалка могут принести большой профит за короткий срок. Главное — быть в числе тех, кто открывает для пользователей много новых, интересных и простых приложений. Более подробную информацию вы сможете найти по ссылке в закрепленном комментарии. Другие интересные статьи читайте на портале partnerkin.com, а также в нашем телеграм-канале. С вами был Олег, пока!